В этом обзоре так называемые 4G Wi-Fi антенны, предназначенные как для репитеров, так и для интернет-центров. Название 4G условное, потому что антенны делятся по диапазонам. Они бывают нижнего диапазона типа 900 МГц, потом среднего диапазона 1800-1700 МГц и верхнего диапазона это диапазон 2200-2700 на 2400, кстати, работает и Wi-Fi. Антенны бывают как всенаправленные. Вот, например, всенаправленная антенна. Вот всенаправленная антенна, по большому счету. Плюс в том, что она не требует направления, минус в том, что она в большинстве случаев имеет меньший коэффициент усиления. Самые топовые антенны, это антенны панельного типа. Вот антенна панельного типа. И вот антенна панельного типа, которые почему-то на народно-колхозном языке называются патч. Не знаю почему. Кстати, вот тоже антенны панельного типа, но об этом чуть попозже. Также антенны могут быть флажкового типа. По большому счету это тот же волновой канал, только запечатанный в герметичной пластиковой бокс. Антенны направленного типа, панельные и волновой канал требуют настройки на оператора. То есть антенна должна быть направлена в сторону оператора. Делается это достаточно просто. Кстати, сотовая антенна, расположена в отличие от телевизионных, вот так. Не вот так. Плюсы панельных антенн это очень большой коэффициент усиления, полная защита от воды и влаги, ну и достаточно легкое крепление на кронштейн. Они могут быть как с технологией MIMO, с двумя разъемами, когда один канал, одна частота предназначена для приема, другая для передачи, так и с одним выводом для обычных антенн. Хорошая антенна панельного типа, как например вот эта, может иметь коэффициент усиления до 14,5 дБ. Что для вот такой антенны, ну очень хороший результат. Есть конечно и фейковые антенны, точнее не антенны фейковые, а коэффициент усиления, которое на них написано фейковые. Вот например вариант. Мы имеем 35 дБ и вот такую антенну. На самом деле коэффициент усиления этой антенны, ну 6 дБ максимум. Все остальное это маркет. Поэтому при покупке лучше обращаться к специалистам, а не пытаться купить это где-нибудь непонятно где. Еще один вид интересной панельной антенны. Антенна в боксе, ну панельная. Предназначена для установки внутренней ее либо модема, либо 4G роутера с USB-шным выходом. В комплекте уже идет такой чудесный кабель с USB-разъемным. Качество кабеля на антеннах. Вот например, пример, ну очень среднего кабеля, в котором больше половины того, что усилит вот эта не совсем топовая антенна, больше половины пропадет в этом кабеле и не дойдет до репитера либо до интернет-центра. Вот например, кабель телевизионный, несмотря на то, что он достаточно неплохой, он рассчитан на частоту примерно 900 МГц. Это усиление в диапазоне 3G примерно. Вот качественный кабель, который можно использовать во всех диапазонах. Разъемы могут быть абсолютно разные в зависимости от того, какие они стоят. Но качество кабеля достаточно хорошее, которое позволяет пропускать через себя все частоты от 900 до 2500 соответственно работать будет хорошо. Самые модные антенны среди 2G, 4G, Wi-Fi, GSM антенн это параболические широкополосные антенны, сделанные в виде параболы либо выглядят как спутниковая антенна. В основном они сетчатые, бывают как разборные, так и нет. Слово широкополосное условное, потому что они работают на частотах все же выше 1500-1700 МГц и до 2700 МГц. Естественно они захватывают Wi-Fi диапазон. Плюсы этих антенн, дикий коэффициент усиления 2327 дБ. Минусы требуют точной настройки на вышку сотовой связи. Особенность тем, что они достаточно габаритные, это нужно тоже понимать и требуют установки на какой-то там столб, мачту. Естественно ни о каком внутреннем использовании внутри помещения речи быть не может. Также они пригодны для создания длинных Wi-Fi мостов. То есть мост может быть сделан из двух антенн и длительность его по прямой видимости 5-10 км может быть. Все зависит от того, какое оборудование у вас стоит ниже. Роутеры, репитеры. Продолжение следует... Продолжение следует...